Вот у нас трапезная в моем ту доме, которая как управитель этого дома. Смотрю за ним. Вот тут места Писания. Перед очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези Его. Притчи 5.21 Бог назначил день, в который будет правильно судить Вселенную. Деяние 17 глава 31 стих. «Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха» 1 Иоанна 1.7 Тут другие места Писания. Сейчас у нас уже время 5 минут 12. Тут другие. Тут у нас аптечка. Вот она аптечечка. А вот там книги различные. Тут иконы. Распятие Христа. Это кухонка у нас. Вот первый аргуст, который я сорвал. Насколько он, не знаю даже. Матушка говорит, что если он не продавливается, значит можно уже рвать. Ну то есть, даже если он немного не доспел, он все равно будет сладкий. Вот помидоры. В этом году в теплице залезла гусь, бабочка отсела эти свои личинки, отложила. И вот гусеница поедает мои помидоры зеленые. Это наш чеснок маленький, потому что плохо поливал. Вот этот крупный, который, это которым я сорвал семена сверху. И потом он покрупнее вырос. А который вот мелкий, это который семена не срывал. Мы их оставили для того, чтобы потом посадить еще больше. Вот матушка собрала, Людмила, эти семена чеснока. Ну вот так, вот это наш дочек. И началась тут заниматься своим делом. Мы сегодня на утреннюю рыбалку ездили с ним на велосипедах. Вот это его, это мой розовенький. Смотри, как он делает. Сейчас наблюдаю за другими. Вот сегодня строго следил, чтобы она, рыба попадает в сеть. Ее мыть не надо. Она там трепешится, она же не на дне лежит. Вот после невода, да, силам тащишь. Здесь абсолютно чисто. Нет, дома начинает смывать. Вот этот слой ее самый вкусный. Не знаю, вот смотри, резонка. Около горлышка. Раз. Вот, показывай, вот она. Провел ножом дальше. Здесь беру маленечко, вот так. Сразу же рукой туда. И вытаскиваю все. Что здесь? Икра, пузырь, тяжки, жир. Все. Еще больше нет. Но это у меня уже полно. Я вот сюда сваливаю. Потом отдельно буду выбирать. Отдельно. Вчера уже сварили из этого жир. Вот она теперь голову. Вот так вот поднять ребром. Жабру ее. Все. Вот они головки лежат. Видишь она какая лепешка. Очень просто даже. Раз. Маленечко здесь. Вывернул. Рукой лезешь сюда, на внутренность. И все вытаскивается. Остается только не вот эта кишка на выходе и на входе. Бывает подрезать. Вот она. С чего ради выбрасывать? Ничего. Глупости какие. Головь это отдельно на что-то пойдет или сварить кому. Я вот кошкам даю. С какой скоростью решится. Я вчера посмотрел. В три раза быстрее примерно, когда человек делает по-другому. И потом все чистое здесь. Эти вчера в воде расплылись. Ничего взять нельзя. Но все равно свое сделают. Опять. Если икры нету, это значит, что такая белая появляется вот эта молокия. Ну, осеменяет семя. Это карась. Вон. А икра, это она. Карась. Смотри, как быстро. Эту тоже мыть нельзя. В таком виде надо готовить. В таком виде надо варить. Это гигиенецы, люди больные. Это природа. В природе все чистое. Всякое творение Божие, говорит апостол Павел, чистое. А смирнено только совесть человека. Считай. Гляди, как она идет. Сколько уходит? Да даже не минуты. Секунды. Вот она, белой икры нету. Никогда икры нету, потому что рыба не гермарапсадит. Вот она, какая лепешка. Это Господь изберег. На нашем пруду, которого не было. Который был лужей грязной. А теперь, вот, пожалуйста, сколько жиру здесь. Смотри. Это я все отдельно выберу. И отдельно сварится. Вот под шапку. Все. Пожалуйста. Ну а дальше уже тут. Пироги можно сделать из карася. Вот вчера я говорил об этом. Вот оно сколько. Все целое. Не размощенное. И одно удовольствие заниматься этим. А кто будет обрабатывать? Если захочешь, обрабатываешь. Поменьше какое-то. Дальше один карасек попался. А ртом ухватил. И она его как-то вытащила. Не знаю как. Вот здесь пропащего у нас ничего нет. Вот при такой обработке все. И рыбе жир, и икра, и молоки. И сама рыба. И из нее вот это, раз ты ее не моешь, у нее желе. То есть она идет на холодец, студень. Вот это красноватое, это все жир. К зиме подготовился карась. Посмотри, как оно прибывает. Вот я ее взял. Поймать готовые рыбу не могут обделать. А что, гигиенец. А сразу под кран вода немеренная. Начинает промывать, пока одни кости останутся. Здесь все, что Господь заложил в природу. Не сама природа. Вот она. Я отдельно выберу. Икра. Все это разделю. Сейчас сначала. Вот смотри. А то я уже вот это оприходовал ее. Уже одевать некуда было. Я туда взял. Теперь подумай как. Там у нас много кишки. И все это он сохранял, Сергей, для кошек, для собаки. А теперь можно потеснить. Интересно? Интересно. Травинки попадают. Ну, травинки это не грех. Вот так маленечко. Видишь, надрезаешь, чтобы рука не проходила. Раз, рука там внутри. Я пальцами, три пальца вместе, вот так вот веду. И все выскребаю. Все. Притом еще ни один грамм этой рыбы не пропал нигде. Ничего с нее не смыто. И доказывать тут еще не надо. Просто человек, когда начинает есть, говорит, А почему у вас вот жирный такой, уже на стол поданный. Потому что ничего не вымывали. Это люди, если болели асписторхозом, хоть один раз, они с ума сходят теперь. Под подозрение берут всю рыбу. Вот оно сколько икра. А вот это все жир. Жир. Сало, как свинья. Они к зиме приготовились. Вот так. Вчера Володя там работал. Меня оставили. Руки не поднимаются. Вот посмотри. Не считая утренних сегодня, четыре сваи. Тридцать сваи после обеда аж курить. Я звал всю деревню. Никто не пришел. Ну, конечно, отдыха не было. Приноровился. Где-то несколько полос провожу. Между ними, что остается, тяну кверху за нее. Подсекаю. То есть все время надо выискивать, какой способ. Вот я работаю с ножом. Вот смотри. Руки какие. А нож, ручка всегда чистая. Я вот сорок лет пещу ложил. И чтобы у меня мастерок был грязный, ни одной минуты. Бывает, попало, сразу останавливаюсь с собой. Тряпочка протер и все. Это дорогое удовольствие, когда инструмент у тебя запачкает. У нас вот один был поликан по стологам. Там грозился даже такой. Вот. Всегда грязный был. А с другим мы работаем, трактористом. Он буквально при галстуке. Всегда протирает. Этот никогда. Пошел по трактору, а тогда Нати был этот трактор назывался. Ну и там, видимо, у него солидол был. Он подскользнулся, упал. Ребро сломалось и воткнулось там печень или куда-то еще. И все. А брат его Павел, мы с ним вместе жили на квартире. В Корчене вместе в шее кормили. В ша заело. То ли люди такие были или что там. Так я не знаю, как сюда бежал домой. Корчене, чтобы освободиться. Или от пашки это было. Вот такие воспоминания. Чистота, залог здоровья. А какая чистота? Дома с химией стирается, когда с порошком. Вымыть никак не могут. Эти порошки все в нас впитываются. А как тогда? Есть мыло хозяйственное. Я еще буду советовать. Вот я рассказываю, как любую сохранить. Ну, а вот кто посмотрит, будут так делать, сомневаюсь. Жена восстанет. Да что мы? Это грязь, это антисанитария. То есть слова и бессмысла. Вот она только залез туда, подхватил. Все здесь. Входные, выходные. Вот сейчас еще маленько. Я вот когда-то закончу это. И буду выбирать. Пузыри уберу. Кишки отсюда. Вот она, кишки. Ихлико видно, где. Останется один жир. Вот так. Все еще. Уже все отрезано. Еще голову поднимает. Живущая рыба. Вкусная. Хорошая. Вот так нож. Раз и все. Я посмотрю, что там у нас творится на поле. Где-то что-то там работает. Нарабашь нам что-то делать. Раст растает. Я здесь. Наверху. Вон, где-то работает. Видимо, сразу набрал поле с горох. Видимо, сразу засеивает. Другую культуру уже. А зиму делает. Там сам. Считай, 27 килограмм. Вот. 27. Вот эта часть. Пять. Вот эта часть. Четыре. А в этой части. Пять на четыре. До два одиннадцать. Ну и теперь. Она одиннадцать. Четыре. Теперь не знаю. Самая тяжесть. Голубь. Вот пять. Вот это ж такие. Что тут у меня есть? Вот видишь? Это же икра. Это ценность. Это молоки. А везде жир. Вот он без воды сегодня. Чистый. А отдельные кишки вымоют, когда. Это одна часть. Две. В сравнении с этим. Это четыре. А это пять. Вот статистика. В прошлый раз маленьких. Ну рыбешки. Гальяна попадали. Я взвесил сколько ведро. Сколько кишки. У меня все данные. Каждый. Моллюск этот пять грамм. А этот сколько? Ну легко посчитать. Двадцать семь килограмм. Двадцать семь килограмм. И сто четыре. Вот считай сколько. Двадцать семь. Сто тридцать один. А? Сто тридцать один. Сколько в одном карасе? В среднем. Не знаю. А по-моему. Вот легко посчитать. Если там двадцать семь. Десять карасе. Возьмем по двести семьдесят. Грамм. Десять карасей. Сколько получается? Два семьсот. Два сто. Двадцать семь. То есть в среднем. Двести семьдесят грамм. Вот я думаю половина. А на это нет. А то другого никак нельзя. Двести семьдесят. Может быть пять грамм. Потому что там четыре еще было. Вот так. Это люди будут знать какой у нас карась. Хотя карась самый большой. Килограмм триста грамм. Как говорят. Так пишут. Пожалуйста. Первоклассные. Сидем еще. И рядом. Так. Теперь подумай куда убрать. Вот это вот в первую очередь. Сейчас. Мне вот это вот. Хватит туда вместить. Ну я так же по мешочкам делаю, да? А? На заморозку делаю. Конечно. А куда ее? А как надо будем брать. Только надо пользоваться тем, которые уже пришли поставить. Даже кое-что к зиму. Потому что в нем все. Немоченная она. Выщищенная. В чешуе. А еще варить в чешуе. Только в чешуе и варить. Это вообще не поверят. Процеди. После этого процеди. И на самой верхней части его находится все это. Рукав марается. Да, марается. Сейчас в баню пойду. Вроде закатывал опять. Потому что такое дело. Ну ладно, я пойду тогда делать. А куда ты пойдешь сейчас? Карасей положу. А? Карасей я разложу. Давай. Слава тебе, Боже.